Мы много говорим о преемственности поколений, но редко подтверждаем это на деле. Так быть не должно, считают в открытом акционерном обществе «Ядрин молоко». И собрали у себя на предприятии ветеранов агропромышленного комплекса. Эти люди не часто встречаются вместе. Проработав не один десяток лет в отрасли, они ушли на заслуженный отдых. Но в мыслях ветераны по-прежнему ходят на работу, дают задания, принимают решения. Поэтому нынешнее приглашение на крупнейшие предприятия молочной отрасли республики для них и праздник, и честь. Ветераны рады, с удовольствием осматривают производство, слушают пояснения специалистов. Как видите, завод полностью сейчас работает, полностью идут все фасовки, но людей в цехах, видите, нет. Они только стоят на участке, вот там, сзади, есть блок розлива «Кронус», под бутылкой, так называем, полностью автоматизированный, по всему цеху расположен. Там стоят люди и стоят люди на финпаках, пакеты производят. Потому что, знаете, они просто контролируют наличие течи и веса. В их времена было по-другому. Приятно осознавать, что ядрен молоко идет в ногу со временем. Здесь развивают современные технологии, думают о качестве, об экологической упаковке. На глазах их продукция поменялась. Еще в лучшую сторону. Это и раньше во всем округе лучшей ядренской продукции не было, как будто бы. Во-первых, она быстро расходилась. Небольшие партии проводила. Очень оперативно доставляли. В общем, что это? Да. Конкуренция в молочном деле жестокая. Чуть замешкаешься, и покупатель легко уйдет к другому. Продукция ядрен молока действительно выделяется на общем фоне. И вкусовыми качествами, и внешним видом, говорят ветераны. И очень рады, что такой отечественный производитель создает репутацию нашей республики. Марина Рябцева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика.